С главными событиями к этому часу с вами в студии Елена Семеновичева. Управляющие компании, которые неоправданно накручивают счета за жилищные услуги, должны быть оштрафованы, причем в пользу обманутых квартирантов. В этом уверены депутаты, которые внесли в Госдуму законопроект с таким предложением. В России уже действует закон, по которому управдомы должны платить компенсацию жильцам за лишние нули в расчете коммуналки. А вот вопрос с жилищными услугами до этого момента не поднимался. В связи с этим авторы проекта предлагают прописать в жилищном кодексе обязанность управляющих компаний при каждой ошибке в расчетах платить жильцам штраф в трехратном размере от величины превышения начисленной платы над размером платы за содержание и ремонт жилого помещения. Конечно, денег на руки жильцы не получат. Компенсация должна быть отражена в квитанции за следующий месяц отдельной строкой. Очередное потепление обернулось массовым сходом снега с крыш. С многоэтажных домов то и дело скатываются глыбы снега и льда. Управляющие компании, которые неделю назад занимались уборкой снега с высотных зданий, ограждают тротуары красными лентами. Однако эти меры не дают реальной защиты. «Сидели, чай пили, потом слышим какой-то шум на улице. Пошли, посмотрели. Жена пошла к одному, я к другому. Ну, что увидели, то и увидели. Вот впервые за сколько тут? Шесть лет живем. Впервые за шесть лет такой случай». Разбитое лобовое стекло и сильно поврежденный капот – таков результат схода талого снега с крыши многоэтажного дома. При том, что автомобиль стоял далеко не под окнами. Владимир незамедлительно обратился к участковому для фиксации ДТП. До его приезда транспорт не перемещал. Все обстоятельства случая должны быть максимально достоверны. После получения протокола позвонил независимому оценщику. Он проводит фотофиксацию нанесенного ущерба. «Мы передадим фотографии эксперту, вызовем еще эксперта дополнительно. Он произведет экспертизу. То есть в данном случае будет претензия выставлена на основании независимой оценки. Но также можно, если, повторяю, все будет зафиксировано сотрудниками полиции, по возможности можно пригласить сотрудников управляющей компании, чтобы они тоже зафиксировали, что данные повреждения. Можно машину отремонтировать и идти уже за возмещением ущерба по фактическим расходам». С этим документом необходимо обратиться в управляющую компанию. В договоре между жильцами дома и обслуживающей организацией четко сказано о работах по содержанию крыш. Если они не выполняются, ответственность за ущерб от схода снега несут коммунальщики. В данном случае управляющая компания Коми-сервис. «Экспертизу. Рассмотрим, мы это и выплатим до судебного порядка. Мы посмотрим». «А у вас уже были случаи, что ваша управляющая компания выплачивала за ущерб какой-нибудь?» «Да, конечно, были. Дверь на 33-б было. Но ночью снег выпал, а утром поставили машину. Рано утром упал снег. Пришли и оттенели, выплатили». Чтобы очистить крыши от снега, управляющие компании нанимают автовышку. В городе их немного и стоимость услуг крановщика немалая. А потому чистка крыш не зависит от количества осадков и температуры воздуха. Снег копится и при тёплой погоде угрожает автомобилям и прохожим. «Тяжесть снежных масс не выдерживают и специальные ограждения, установленные на крышах многоэтажных домов. Вот эта металлическая конструкция рухнула в нескольких метрах от тротуара». По данным независимых оценщиков, от падающего снега ежегодно страдают десятки городских машин. Максимальный ущерб выплаченной управляющей компанией составил около 200 тысяч рублей. Самые массовые повреждения получают автомобили у дома на Рыбников 6Б. Благо, пока обошлось без человеческих жертв. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Кабинет министров готовит новый план поддержки экономики. Антикризисный план правительства на текущий год будет состоять из двух блоков. В одном премьер-министр Дмитрий Медведев поручил собрать оперативные меры, в другом – стратегические с расчётом на среднесрочную перспективу. Так, версия, которая сегодня существует, – это рабочая версия. Оттуда ещё придётся многое вычистить, вероятно, что-то добавить, подчеркнул Дмитрий Медведев. В первый блок войдут оперативные меры. Это и поддержка регионов в связи с ухудшением ситуации на рынке труда, помощь моногородам, отдельным секторам промышленности, по которым уже проводились специальные совещания с выездом на предприятие. Во втором блоке сконцентрированы меры стратегического и идеологического характера. В частности, речь идёт об упорядочении проверок, о помощи малому и среднему бизнесу, об улучшении инвестиционного климата. Кроме того, подчеркнул председатель правительства, нужно продолжить деятельность по снижению издержек, стимулированию несырьевого экспорта, развитию перспективных технологий. Ненецкий округ занимает лидирующие позиции среди регионов России по срокам выдачи разрешения на строительство. Соответствующая оценка получена в рамках проведения полномасштабного национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах. Ненецкий округ занимает лидирующие позиции среди регионов России по срокам выдачи разрешения на строительство. Соответствующая оценка получена в рамках проведения полномасштабного национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах. С 2015 года Ненецкий округ проводит работу по включению в национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В Комитете инвестиций и развития предпринимательства НАУ считают, что у региона есть предпосылки к тому, чтобы занять достойные позиции в рейтинге. Результаты комплексного исследования по субъектам будут представлены в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Национальный рейтинг направлен на формирование комплексной оценки усилий органов власти всех уровней в регионах по улучшению состояния инвестклимата. Одной из основных задач национального рейтинга является выявление лучших практик, позволяющих добиться высоких результатов в области создания условий ведения бизнеса на территории государства и привлечения инвестиций. Где купить подходящую шубу или шапку, меховой жилет, пальто или аксессуар из меха на ярмарке «Вятки»? Впервые в Наринмаре открылась уникальная меховая выставка верхней одежды от ведущих кировских производителей. Привлекательные цены, отличное качество изделий и гарантия производителей. Большой выбор шуб из натурального меха, норки, каракуля, бобра, мутона, лисы и песца. От классических моделей до эксклюзивных. Молодежные для стильных девушек и классические изделия для дам постарше. Богатая цветовая гамма и широкий размерный ряд. Новая коллекция зимних женских и мужских головных уборов. Около 400 моделей. А также модные жилетки и меховые аксессуары. Рукавички, тапочки, повязки на голову. Из лучшего сырья, достойного качества. И по хорошим ценам. У нас существуют различные системы оплаты. Как за наличие, так и по карте. Также есть рассрочка на 6 месяцев без переплаты, без первого взноса на отдельные виды товара. И также кредит до 3 лет. Кировские производители привезли одежду и для самых маленьких клиентов. Детские яркие зимние куртки, практичные комбинезоны и оригинальные шубки. Покупатели порадуют и 30-процентные скидки на обувь высокого качества фирмы «Лель». Ярмарки «Вятки» ждет вас по адресу. Морской порт, торговый центр «Зима-Лето» с 10 февраля. Время работы с 11 до 18 часов. Спешите купить качественные изделия от производителей по доступным ценам. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». К этому часу у меня все. Увидеть наши новости можно и на нашем сайте, адрес www.trksever.ru. Далее информация от синоптиков.